Наследие и подлинность. Меня зовут Павел Гнилорыбов, я краевед и урбанист. Я легко отличу конструктивизм от модернизма и легко перечислю все оставшиеся деревянные вокзалы Тверской области. Это цикл «Город с историей», где мы раскрываем исторические, архитектурные и природные прелести Подмосковья. Поехали! Сегодня нас гостеприимно принимает городской округ Подольск. Здесь живет 330 тысяч человек. И мы понаблюдаем за трансформацией этих земель из небольших населенных пунктов на берегу Пахра и Десны в крупнейший гигант промышленный, культурный, транспортный, который вобрал в себя множество населенных пунктов и деревень. История Подольской земли очень древняя. Люди здесь жили еще в каменном веке. А в источниках село Подол впервые упоминается в конце 15-го столетия. Тогда эта поселенница принадлежала московскому Данилову монастырю. И, конечно, пройдет немало времени, прежде чем это село станет крупным городским центром. Сначала жители просто пользовались выгодным географическим положением. Они обслуживали путников, которые ехали из Москвы в Серпухов. Тем более, что со временем дорога стала посольской. Занимались огородничеством, переправляли грузы через реку, добывали бутовый камень и известняк, который со временем стали называть подольским мрамором. Не сказать, что это особенно выгодное занятие, но со временем здесь, в центре, стали уже появляться каменные здания. И пришла пора селу стать уже полноценным крупным городом. Правительницей, которая повысила село в статусе, стала Екатерина Вторая. 5 октября 1781 года она подписывает указ, согласно которому село Подол становится целым уездным центром Московской губернии. Правда, выглядели тогда многие новоявленные города не очень, потому что назначались из числа бывших разросшихся сел. И в новом городе Подол-Пехра, как он тогда назывался, мы видим не больше 100 зданий и 900 горожан. Жители продолжали заниматься добычей бутового камня, известняка, белого камня. В том же 1781 году, по указу Екатерины, Подольск получает герб. Вот его описание. Два золотые, употребляемые каменотесами инструмента в голубом поле, в знак того, что жители с им промыслом набогащаются. В конце 18 века городу дали интересный прожектируемый, то есть перспективный генеральный план с совершенность петербургской сеткой улиц, где кварталы делились бы по сословному признаку. Один купеческий, один дворянский, один мещанский. Но реализация этого проекта была затруднена очень сложным местным рельефом. Здесь одни овраги до косогоры, поэтому новый город стали строить в стороне от села Подол, практически в чистом поле. Часть этого ансамбля, например, присутственные места, сохранилась и дошла до наших дней. Свято-Троицкий кафедральный собор города Подольска был освящен в 1832 году в память о событиях Отечественной войны 12-го года, точнее в память о Тарутинском маневре, который проходил в том числе по территории Подольска. Тарутинский маневр – это отступление русской армии Кутузова после сдачи Москвы. Нужно было прикрыть дороги на Тулу, на Калугу, отдохнуть и получить свежее подкрепление. Возведение собора шло с 1819 по 1832 год на народное пожертвование. Архитектором выступил знаменитый мастер Осип Иванович Баве. Считается, что среди всех храмов Южного Подмосковья, выстроенных в первой половине XIX века в классицистическом стиле, именно Троицкий собор Подольска имеет такое замечательное пятиглавое завершение. Оштукатуренное здание собора выполнено из кирпича, правда, с белокаменными вставками. А с западной стороны пристроена трехъярусная, очень такая стройная колокольня, свойственная своему времени. Собор является композиционным центром всего города XIX столетия и возвышается над рекой Пахрой. С 1929 по 1937 год в Троицком храме служил священномученик Петр Ворона, расстрелянный на печально известном Бутовском полигоне 11 декабря 1937 года. Но Троицкий собор Подольска в советское время был одним из немногих храмов Московской области, где службы не прекращались. Реставрация уже, конечно, была проведена в 2000-е годы. Дальнейшее развитие Подольска связано с промышленностью. Вряд ли немолодой и бедный американский еврей Исаак Зингер в 1851 году мог предположить, что его изобретение перевернет весь мир и станет именем собственным. Дело в том, что все швейные машинки середины XIX века имели неудачный цепной стежок. У Зингера ушло всего лишь 10 дней, чтобы усовершенствовать изобретение и стать богатым. Швейные машинки стали вывозиться и в Россию, но путь из Соединенных Штатов не близкий. Тем более была торговая конкуренция с германскими фирмами. Поэтому Зингер решил строить механический завод непосредственно в Российской империи. Выбор пал на Подольск, который в начале XX века был небольшим городком с 5000 населения. В 1902 году на заводе в Подольске начали выпуск отдельных деталей, а уже в 1913 году выпускали швейные машинки по 600 тысяч в год или 2500 штук в день. Швейные машинки Зингер продавались в специализированных магазинах, число которых в Российской империи достигало 3000 штук, а число торговых агентов – около 20 тысяч человек. Пользовалась популярностью система продажи в рассрочку, а качество сборки совершенно не уступало заграничному. Зингер до сих пор как ксерокс из имени собственного стал нарицательным. Завод сдали в аренду Временному правительству в 1917 году, потом национализировали, и во время Гражданской войны он не работал. Производство возобновили в 1924, все детали уже были отечественными, но и подольские швейные машинки в СССР пользовались большой популярностью. К объектам культурного наследия относятся несколько домов, которые построила компания «Зингер» для своих служащих. Такие симпатичные краснокирпичные коттеджи пришли из Западной Европы, из Соединенных Штатов и постепенно закрепились в России. Здесь обитали либо чернильные воротнички, либо инженерно-технические работники, потому что простые трудяги, конечно, в такие роскошные квартиры заселиться не могли. Они жили либо в общежитиях, либо снимали углы в комнатах. Мир хижинам, война дворцам, провозгласили еще революционеры конца XVIII века. Но какими должны быть пролетарские хижины России 1920-х годов? Большевики много размышляли над решением жилищного вопроса, и в итоге на свет появились авангард и конструктивизм. В Подольске всегда был силен рабочий класс. На местных предприятиях и до революции, и после, трудились тысячи человек. Не мудрено, что в 20-30-е годы прошлого века именно для простых работяг развернулось массовое жилищное строительство. Дома за моей спиной построены в 1929-1932 годах для рабочих Подольского механического завода. Обратите внимание на разнообразие балконов, на контрастные цвета и на здания со срезанными углами. За тот короткий период, когда архитектуре дали свободно дышать, это буквально 5-7 лет, советские архитекторы рассыпали по городу целую горсть лаконичных, передовых, понятных и интересных зданий. Власть всегда уделяла архитектуре повышенное внимание. «Принял Рим из кирпича, оставляю из мрамора», – хвастался римский император Август. А в Советском Союзе шла речь не только о новых материалах, а о самом совершенствовании человеческой массы. Да, как на конвейере, но это было очень дерзко. Одна из книг, вышедшая в то время, носила название «Фабрика людей». Человек впервые осознал себя творцом и вышел в поле деревянной застройки с линейкой и кульманом. Мировая культура всегда построена на разрыве традиций и громких манифестах. Именно это помогло импрессионистам победить классическую живопись. Родченко – сделать переворот в фотографии, а Мейерхольду – основать совершенно новый театр. Но краски и кисти достать значительно легче, чем цемент, железо, огромное количество строительных материалов. Поэтому для осуществления конструктивистского проекта понадобилось железное напряжение абсолютно всех участников и архитекторов. Действовали специальные учебные заведения, например, в Хутимас – высшее художественно-театральное мастерские. Пытаясь сломать устоявшиеся шаблоны, конструктивисты говорили – голая балка, обычный бетон с его структурой, красивы сами по себе. Важно содержание здания, а облик вторичен. И здесь уже не до украшательств. И как здорово, что в Подольске мы можем взглянуть на такой большой, достаточно массив памятников 20-30-х годов. Важную роль в раннем Советском Союзе отводили строительству и возведению домов культуры. Считалось, что до революции, после смены, рабочие сидели в кабаке или шатались по улицам. Конечно, это было не совсем так, но, тем не менее, очень важную роль в 20-е годы отводили к тому, чтобы рабочие приобщились к книге, к самообразованию, посещали лекции и кинопоказы. ДК имени Яна Лепса был построен в 1929 году для рабочих Подольского механического завода, бывшего «Зингер». Это культовое здание, потому что его построил известный архитектор Иванов Шиц. Плюс это конструктивизм подольский, которого довольно много. Для заводчан ежемесячно проводились фестивали, кинопоказы, конкурсы, тематические вечера, посвященные важным датам в истории страны, Московской области, города и завода. В годы Великой Отечественной войны клуб отдали под госпиталь. И многие жители Подольска приходили сюда, чтобы помочь раненым бойцам. А уже в конце войны клуб вернулся к своей основной деятельности – культурной. Во времена Хрущева и Брежнева к основному зданию клуба пристроили еще несколько объемов, которые не соответствовали первоначальному проекту архитектора. И в 2000-е вообще началась пора упадка, здание хотели сносить в 2008-м, но все обошлось, и сейчас мы можем вновь видеть конструктивистские формы клуба. В Подольске сохранилось не очень много свидетельств дореволюционного прошлого, поэтому тем ценнее для нас музей, в котором сейчас находимся. Это музей-заповедник, который и так и называется Подолье. Он расположен в исторической части города Подольска. Здесь 13 гектаров луга, сада, а также несколько ценных деревянных памятников конца 19-го, начала 20-го столетия, которые показывают, как выглядела эта местность полтора века назад. Здесь есть экспозиция, посвященная и археологии края, и истории села Подол, и купеческой составляющей Подольска 18-19 века, но первоначально все здесь создавалось как музей Ленина. В Подольске несколько лет жила семья Ульяновых. Мать Владимира Ленина, две его сестры, переехавшие сюда в 1898 году. Потом к ним присоединился младший брат Дмитрий, который отбывал наказание за революционную пропаганду. Ему нельзя, поэтому было селиться в столицах. Все члены семьи находились под гласным или негласным надзором полиции. В июне 1900 года Ленин приехал в Подольск к родным и заодно встретился с местными социал-демократами по вопросам издания газеты «Искра». Вскоре он вместе с матерью и сестрой уехал в Уфу, где отбывала ссылку Надежда Крупская, а на обратном пути вновь заехал в Подольск. Место, которое выбрала семья, было чрезвычайно удобное и с транспортной точки зрения, и очень живописное. Дом располагался на берегу реки Пахры. Здесь рядом и Троицкий собор, и мост, и рынок, и парк, который в настоящее время носит имя Виктора Тололихина. Здесь есть фруктовые деревья, в том числе яблони, которым многие десятки лет. Созданием мемориального сада при музее занимались с конца 30-х годов и привлекали для этого ведущих специалистов-агрономов. Они подобрали именно такие сорта фруктовых деревьев, которые бы не вымерзали зимой при местном климате и давали хороший урожай летом и ранней осенью. Яблони специально привозили из спецпитомника при музее-заповеднике Ясная Поляна Льва Николаевича Толстого в Тульской области. И сорта соответствующие, которые были близки к 19 веку, например, Белый налив. На территории музея-заповедника стоит обратить внимание не только на фруктовые деревья. Здесь есть красавец-дуб, который старше самого Подольска как города. Больше этому дереву 250 лет. Он ровесник времен Екатерины II. И считается, что это одно из самых древних деревьев на территории городского округа. Подольск известен подвигами воспитанников своих военных училищ. Речь про битву за Москву и осень 1941 года. Обстановка была очень сложная. Красная армия стянула к Москве практически все свободные силы. Только резервные западно-брянские фронты к концу сентября имели 1 миллион 250 тысяч солдат. На кону стояла судьба Москвы. В начале октября 1941 года тревожная обстановка сложилась в районе города Юхнов Калужской области. Сил, которые можно было бы бросить наступление, практически не осталось. 5 октября 1941 года по тревоге подняли курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училища. Когда на Ильинском боевом участке Можайской линии обороны Москвы образовалась серьезная брешь, командованию ничего не оставалось, как поднять подольские военные училища и сформировать из их курсантов сводный отряд численностью более чем в 3,5 тысячи человек. Личный состав курсантских рот и батарей практически полностью состоял из вчерашних школьников, которые только что поступили в училище и успели проучиться там считанные недели. То есть доверять такой важный участок фронта предстояло совсем неопытным ребятам. Вклад вчерашних школьников в оборону Москвы огромен. Подольские курсанты уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и офицеров, около 100 танков и бронетранспортеров. Пока ребята сдерживали наступление противника, удалось создать новую линию обороны и подвести резервы. К сожалению, из 3,5 тысяч подольских курсантов в живых осталось только 500 человек. Над загадкой Знаменской церкви в Дубровицах бились десятки лучших отечественных ученых и искусствоведов. Поражает даже сам факт появления подобного здания в Подмосковье. Несомненно, это один из лучших храмов России. Знаменскую церковь в Дубровицах возводят в конце 17-го, начале 18-го века, когда этой территорией владеет Борис Алексеевич Голицын, прекрасно образованный вельможа, воспитанник самого Семена Полоцкого и начальник приказа Казанского дворца, структуры, которая управляла территориями бывших Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, уже инкорпорированных в 16-17 веках в состав Московского государства. Про Бориса Голицына писали. «Был человек ума Великого, а в особливости остроты, но к делам неприлежной, понеже любил забавы, а особливо склонен был к питью, абсолютный западник во всем, некоторое время воспитатель Петра Великого. Но все-таки он был сторонником Софии, и Бориса Алексеевича потом Петр отправил в деревню в конце 1680-х, в начале 1690-х годов. Тогда, возможно, Борис Алексеевич вынашивает планы строительства храма, которого на Руси до сих пор не было, для того, чтобы удивить Петра». Церковь выполнена из местного камня, который добывали здесь, на берегу Пахры. У каждого из четырех ее выступов как бы по три лепестка, всего 12. А в плане она равноконечный крест. Раньше скульптур в оформлении было больше, но и сейчас их немало. Это три святителя – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и четыре евангелиста – Матфей, Иоанн, Лука, Марк. Внутри храма в основном растительные мотивы, херувимы, статуи. Видно, что выполняли их иноземные мастера, потому что они не были скованы древнерусским каноном. Кстати, сам храм осветили только в 1704 году. Голицын очень хотел, чтобы на освящении присутствовал сам Петр. Но государь был сильно занят на строительстве Санкт-Петербурга. Чуть больше ста лет усадьба принадлежала Голицыным. Потом она переходит в руки Потемкина в конце 18 века. Но он ее владеет недолго. И, наконец, дубровицы в руках древнего рода Дмитриевых-Мамоновых. Самый известный его представитель – Матвей Дмитриев-Мамонов. В год войны с Наполеоном в 1812 ему 20 лет. Он снаряжает свой собственный казачий полк. При Бородине, при Малоярославце, блистает. Потом возвращается, живет в одиночестве. Откровенно франдерствует, не любит самодержавие. Мнит себя русским рыцарем-дворянином. И поэтому строит конный двор со стрельчатыми арками и воротами в готическом стиле. Увлекался архитектурой, строительством крепостей. Окружил усадебный дом стеной с тремя воротами в готическом стиле. До наших дней дошли одни ворота и часть стены. Посмотрите, здесь везде следы архитектуры более ранних столетий. Дмитриева-Мамонова заключили под стражу за полгода до событий на Сенатской площади в декабре 1825 года. Его признали сумасшедшим. Лечили обливанием холодной водой. Это было унижение страшное. И сейчас, в 21 веке, мы везде видим следы деятельности этого мрачного, сумрачного, но, несомненно, талантливого человека. В советское время и в наши дни в усадьбе расположен Всероссийский институт животноводства. А вот церковь начали реставрировать в СССР и продолжают до сих пор. Кстати, в храме находились стихотворные надписи на латыни, которые в середине 19 века заменили на церковнославянские. И вернули латиницу только в 2004 году при реставрации. Дубровицы – это таинственное место, которое строилось и всегда находилось на пересечении двух миров – русского и европейского. Подольск – город, который сейчас удобно связан со столицей системой московских центральных диаметров. Так что сюда можно довольно быстро добраться. Первым делом осмотреть усадьбу и церковь в Дубровицах. Найти в центре редкие образцы конструктивизма и дореволюционные здания. Осмотреть сквер поколений и городские часы. Подольск в советское время был крупнейшим промышленным центром Подмосковья. Он продолжает расти и развиваться в наши дни. Субтитры создавал DimaTorzok